Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу вам, как приготовить очень вкусный салат в суфле. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с лука. Нарезаем одну такую большую луковицу. Нарезаем кубиками. Отправляем лук на разогретую сковороду. И пускай прожаривается. Пока прожаривается лук, мы нарежем шампиньончики. Нарезаем шампиньоны по желанию, то, что любит, кто как хочет. Можно кубиками, можно мелко, можно крупно, как я. И съесть уже до любителя. Вот лук прожарился до такой прозрачности, и мы можем уже добавлять сюда шампиньончики. И жарим их до готовности. Заправляем соль. И черный перец. Вот и шампиньоны мои готовы, пускай остывает. А я тем временем приготовлю майонезный соус. В общем, к трем зубчикам измельченного чеснока добавляем майонез. У меня майонез постный, поскольку это постный рецепт. Все готово. Так вот, у меня здесь есть горячий овощной бульон. Вот только-только из плиты. Сюда я добавляю пакетик желатина. Здесь пол-литра бульона. На пол-литра я беру 20 грамм желатина. И размешиваем, и остужаем до тех пор, пока этот желатин здесь полностью не растворится. Ну что ж, а сейчас уже будем готовить наш салат, заливной такой салат. В тарелку насыпаем грибочки. Вот так вот, плотно, как только можно плотнее, выложить в форму. Плотно-плотно-плотно вылаживаем. И вот, я хочу сверху еще совсем чуть-чуть зелени добавить. И вот с вот этой майонезной смесью нужно аккуратно все замазать. И аккуратненько заливаем бульоном, чтобы бульон не перемешался с майонезом. Он должен быть холодным. И можно по две ложечки добавить и отправить в холодильник на несколько минут, чтобы вот это прихватилось. И отправляем все это в холодильник, пускай застывает. Ну вот и готов мой салат суфле. Получилось вот так вот красиво, снизу грибочки, майонезик, суфле. Такое чувство, знаете, как будто бы грибы под снегом и под шаром льда. Красиво. И это еще и вкусно, я вам скажу. Это прекрасная альтернатива заливному языку или какому-то мясному холодцу к праздничному столу. Супер! Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал. И оставляйте свои комментарии. С вами было вкусно, просто и полезно. До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok